Сергей Лебедев Ник Лохматый Статья за 5 сентября 2018 года Вилка для Путина После просмотра выступления Владимира Владимировича у многих сложилось впечатление, что говорил он как военнопленный, то есть отнюдь не то, что хотелось бы ему говорить. Само собой, после скандала с пенсионной реформой, что бы ни сказал Путин, кроме «отменяю» будет против рейтинга, но зато в карман нашим заядлым друзьям. Медведев и тот на пару недель пропал, а потом наши друзья опробовали фейк с исчезновением Набиулина и знаете, прокатило лучше, чем могло быть раньше. Нет, не все поверили, но гораздо больше, чем было бы год назад. Почему? Да потому что рейтинг и правительство, и ВВП упал достаточно низко. Вот тут был самый момент для антипутинской коалиции подхватить этот самый рейтинг и перехватить общественное мнение. Но у заклятых друзей и здесь не получается. Не работают их шавки в одной команде, каждая мнит себя самостоятельным тузиком. Вот и проводят митинги с заявленными миллионами, а по факту пару-тройку тысяч самых отчаянных. Они и сами понимают, что без хорошего бабла к ним на митинги придут упоротые, зеваки и обиженные. А это малый контингент. Хотя, смею вас заверить, бойцы у них есть и готовы. Причем это нам кажется, что они с разных партий вместе не срастутся. Срастутся! Причем так быстро, как будто так и было все единым целым. Дело в том, что у народа на пенсии, не пенсии отобрали, у народа отобрали Путина. Всю дорогу платные пропагандоны славили ВВП, как фигуру царскую, практически божественную. А оказалось, что и Бога можно подвинуть, и царя. Вне сомнений, вариантов у ВВП было не так уж и много. Пойти на конфликт с несколькими башнями, играющими на стороне противника в этот момент, или смягчить удар и принять непопулярное решение. ВВП принял непопулярное решение. Как человек, довольно чувствительный к рейтингу, он не мог не понимать, чем это обернется. Но как человек, знающий гораздо больше нюансов, чем простой обыватель, он выбрал меньшее из двух зол. Но все же шанс, что в городах России начнется стрельба, себя не изжил. Но его все же отодвинули. Хотя, конечно, пол интернета гудит о том, что Путин слился и так далее. Но что-то я не заметил эту половину народонаселения на митингах. Так что, видимо, дело все же в ботах и троллях. Рейтинг, конечно, будет подниматься, потому как в Путине главное не то, что сказано, то, что сделано. Это в нем любят и уважают народ. И поверьте, тот Путин, который сказал, что будут мочить в сортирах и замочил террористов, еще есть. Но, признаюсь честно, я вижу, да и не только я, ВВП устал, очень устал. Устал от идиотизма, от предательства, от непонимания текущей ситуации теми, кто находится рядом. Вы посмотрите на Роскосмос. Что? Теперь, оказывается, космонавтов в космос посылают аккурат с украинского Майдана. И когда закончился галопередол, он болезненный дырок в МКС насверлил. Вы в это верите? Или вы верите в то, что страна, вышедшая в космос, имевшая 30 лет назад самую передовую технологию, внезапно заболела рукожопием? И то детали не те поставили, то токарь Васи на станке с пьяну не то выточил, а то космодромы попутали. К счастью, уже заговорили о том, что это прямые диверсии и саботаж. Наконец-то! Теперь ждем посадок. Да, ждем, потому что именно такой Путин и есть Путин. Сейчас руководство России находится в вилке. Либо начать закрываться железным занавесом, либо сливать все наработанное, оставаясь просто бензоколонкой. Как думаете, какой путь будет выбран? И там, и там есть свои сторонники и противники, которые за свой путь будут сражаться насмерть. Причем смерть это будет не столько элитариев, сколько обычных граждан. На самом деле нельзя закрываться, как нельзя и сливать. И хоть ВВП и уставший, но вне сомнений он выберет третий путь, имя которому немыслимое. Русский всегда выбирает то, что ему видится правильным и справедливым. А такой русский, как Путин, еще и может просчитать ближние, средние и дальние перспективы. Все понимают, рано или поздно, но государство будет обязано применить силу. Вот ради этих целей и выводят на митинги всех, кто недоволен. Хотя митинги – это прошлый век. Сейчас можно в интернете такую информационную кампанию завертеть, что никакие митинги и рядом не стояли. Весь мир потихоньку погружается в хаос и когда он настанет, радуйтесь, что вы в диктаторской России, а не в демократической Европе, где мигранты уже присытились безнаказанностью, как их украинские братья по кастрюлям. Безнаказанность развращает нестойкие души, а расплачиваться придется разложившемуся в довольстве общества европейцев. Вот тогда, надеюсь, там все же будет кому вспомнить о настоящих общечеловеческих ценностях. Причем хотелось бы, чтобы это были не правые радикалы неонацистского направления, но это уже как Бог даст. Россия придется меняться, и меняться очень быстро. Россия слишком поздно реагирует на угрозы, полагаясь на свою огромность и великие свершения предков. Да, только в странах заката сейчас мало кто изучает географию огромность. Это не то понятие, которое не в состоянии воспринять. Да и историю там меняют. И в их истории не предки наши делали великие свершения, а французское подполье, американские и британские военные и чудом самоорганизовавшиеся отряды евреев в Дании или Норвегии. Путин совсем не наивная чукотская девочка и прекрасно понимает, что теперь в оппозиции будут как либералы, так и радикалы обеих направлений. Наверное, обоих направлений. Думающим людям заранее было понятно, что все эти коммунисты, националисты, навальнятые и другие поклонники не пойми чего, кормятся с одной кормушки. И хотя я уверен, что обычные рядовые граждане, вполне нормальные люди, в чем-то дезинформированной, в чем-то столкнувшейся с местной действительностью, то кураторы руководства отнюдь не о России думают. Создается новая оппозиция, патриотическая, и она достаточно сильна. И будут митинги, и антипутинские в том числе. Хотя по большей части они будут против некоторых либералов в руководстве, таких как Кудрин, например. Самый интересный вариант развития событий это сотрудничество Путина и Трампа, то есть конторы и конфедератов. И я не уверен, что не было встреч, о которых ничего не известно. Медведев куда-то пропадал, Путин грибы в тайге собирал. Будут и официальные встречи, которые коронные глобалисты всеми силами постараются не допустить. Официальные встречи нужны для того, чтобы официально закрепить то, о чем договорились неофициально. Хотя риторика вряд ли изменится, иначе Трампа точно посадят. Вот такой выход из вилки для наших партнеров будет очень неожиданным. И могу заверить, у Трампа есть пара тусов в рукаве, как и у Путина. Смотрим, как разыграется сирийская карта. Если США перенесут свое внимание на внезапно разгоревшуюся войну в Ливии, значит договорились к обоюдному согласию. Трамп тоже мастер нетрадиционных решений. Весь Израиль призадумался, а что это было, когда Трамп предложил включить Палестину в состав Иордании. Вроде и у Израиля меньше проблем должно стать, но есть но. Бодаться с мелкими и неорганизованными палестинцами не одно и то же, чтобы даться вполне развитой в военном и финансовом плане Иордании. В противоположность, враждебному Трампу ведут себя друзья с Китая. Я ж тут не уловил. Они ж чуть не на могиле Конфуция клялись, что помогут разобраться на Ближнем Востоке. Иран не дадут в обиду и вообще будут всячески всем показывать, что они тоже глобальный игрок. Но одно дело, армия в пару миллионов, а другое дело, не хочется позориться, выставляя на показ китайские технологии, необстрелянных бойцов и командный состав. Ну и самое важное, китайцы выжидают, чей же там труп проплывет по реке. Вот и мне интересно, чей? Сильно китайцы зависят от короны, от возможностей работы на черных рынках, от всякого нелегального. Вот они дергаются, сидят, ждут. Сильно они удивятся, если по реке проплывет их труп. А нашим советую приготовиться, быть рассудительными и умными, быть достойными своих предков храбрости, справедливости и прозорливости. То, что началось, это просто цветочки. Нас ждут большие испытания. Хотелось бы, чтобы наши внуки гордились нами не меньше, чем мы своими дедами. Лебедев Сергей, ник Лохматый. Вилка для Путина.